В стране завершилось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Причины на то, чтобы исполнить гражданский долг раньше 9 августа, были самые разные. Пенсионеры в основном уверяли, что на выходных планируют поехать на дачу поработать в огороде. Хотим еще лучше, хотим жить мирно, ходить, чтобы не бояться ничего, как у других стран. Чтобы дети наши жили нормально, чтобы пенсии нам достойные давали. Это все делается для народа, для нашего удовольствия. Что-то они хотят делать хорошее, чтобы нам жилось хорошо. А тем более мы старые люди, мы этим очень довольны. Одна из самых главных задач на выборах – безопасность, прежде всего, здоровье. При входе на избирательный участок каждый избиратель может воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Для них приготовлены маски в индивидуальной упаковке, перчатки и антисептики. К кабинке Биштор – еще одно нововведение. Чем меньше прикосновений к предметам, тем надежнее. Все поверхности на избирательных участках регулярно дезинфицируют. Не забыли на участке и про людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих – увеличительное стекло и трафарет. И галочку можно ставить без проблем. Среди тех, кто решил отдать свой голос заранее, ибо бручани, чьи имена известны далеко за пределами страны, Руслан Олехно признается. Проголосовать решил сразу, как появилось свободное место в плотном графике. Важность выбора и ответственность за будущее страны – главные движущие силы, резюмирует певец. Это обязанность каждого человека, обязанность гражданина. Потому что сегодня, как никогда, мы должны голосовать именно я за сильную, процветающую, суверенную Беларусь, за стабильность в этой стране. Потому что мы должны ее приумножить. Это самое главное. Были среди голосовавших и те, кто впервые принимает участие в электоральной кампании. Алина Лавринович решила досрочно отдать свой голос, потому что рабочий график не позволяет сделать это в основной день. Сладкий подарок и календарь, чтобы девушка запомнила момент на всю жизнь. Чувствую какой-то долг, наверное, который должна выполнить. Не сидеть просто дома и смотреть. На участки приходили люди самых разных возрастов, некоторые с детьми. Мы за будущее нашей страны, мы должны это сделать, это наш долг. Чтобы у нас было отличное будущее. Члены комиссии консультировали голосующих по всем вопросам. По словам наблюдателей, обстановка на участках была спокойная. Выборы проходят спокойно, никаких вопросов нет, и все решается по мере поступления. На наш участок приходят избиратели каждый день, и довольно-таки все доброжелательные. Никаких эксцессов у меня на избирательном участке не было. За пять дней до срочного голосования свой гражданский долг исполнили почти 42% белорусов. Такие данные приводят и в Могилевской области в электоральной кампании уже поучаствовали почти 50% избирателей. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.